добрый день дамы и господа это якоб файн сегодня 7 июля 2024 года я все еще в поездке на корабле на балконе сижу в каюте я вам сейчас покажу берег берег покажу это мальта так так повернуть чуть-чуть это мальта мы пришвартованы берегу и я пользуюсь моментом после обеда что вам рассказать про пару дней выкладывается здесь подкаст долго поэтому скорее всего вы увидите завтра но лучше завтра чем никогда и так давайте пару дней буквально про расскажу про мальту у меня тут спрашивали про круизы давайте всем с круизов я расскажу в общем о круизах без названия конкретных компаний потому как компании вы можете найти сами по рейтингам по вашему кошельку делаете поиск и кроме того я знаете что я дилетант но в крузах я дилетантище все 32 года что я живу в штатах мы были может быть на четырех крузах круиз это круиз по английски просто круиз на 4 круизах по морям океаном и на одном круизе по реке по дунаю речной круиз был по дунаю в европе это называется по их данубе речка просто первое соображение какие-то я вам расскажу если кто-то из вас рассматривать поездку в круизе на что обратить внимание круиз круиз рознь это народная мудрость круизы бывают разные по сумме по затратам и потому что включено и все конечно что то что вы выбираете зависит от того в каком состоянии находится ваша семья и ваш кошелек если вы молодая семья и вы хотите поехать вместе с детьми то конечно надо выбирать огромный какой-нибудь корабль которым это не корабль это целый город это город развлечений и детям будет там есть что делать и это не очень дорого хотя все дорожает когда-то можно было купить круиз за 700 долларов в неделю допустим сейчас я не думаю что вы найдете круиз меньше чем за полторы тысячи в неделю на человека но не может найдете или не буду брать видите я уже начинаем говорить цифры а самих толком не знаю если вы уже выросли и у вас нет маленьких детей которых вы хотите развлекать то вам наоборот хочется чтобы был круиз которым было бы поменьше пассажиров на большом корабле может там 5000 пассажиров 6000 пассажиров последние корабли которые я видел 7000 пассажиров плюс там две-три тысячи круг круто не экипажа как это называется ну в общем обслуга вся обслуга включая капитана и команду дальше если вы если вы допустим вас интересует что включено то тоже они сейчас стали эти компании круизные быть очень избирательными и они либо включают скажем дают сразу же вы плачете цену за круиза туда включено все абсолютно включая типы то еще и вы не включая алкоголь весь на корабле некоторые корабли скажут нет должен пойти купить алкогольный пакет иначе ты не ну иначе ну и в общем должен платить за это вас это волнует или нет никто не знает дальше некоторые люди хотят покупать круизы в теплые края теплые края чтобы были пляжи хорошие и в тех местах где останавливается корабль такие места что-то там проходит в этот корабль непонятно шумно извините кто-то эти места где останавливается корабль называется port of call port of call там где корабль стоит люди выходят и либо берут экскурсии какие-то либо отдыхают на пляже в зависимости от того где то есть один из круизов которые мы брали много лет назад был в аляску например это совершенно другое мы там глэйзерс как будет глэйзерс не знаю по-русски не помню мы там про это какие-то экскурсии наводили какие-то джипы по бездорожью летали на эти глэйзерс холодно видели там каких-то белых медведей то есть совершенно разные некоторые круизы называется exploration то есть вы хотите на скажем в антарктику какая-то лодочка там белая проплывает и шумит видите как она шумит эта лодочка да то есть все зависит от того от ваших предпочтений но в любом случае я думаю вы не будете расстроены и will not be disappointed и хотя бы раз нужно конечно же это дело проверить речные круизы совершенно другие речные круизы это корабль небольшое там скажем 150 200 человек пассажиров они такие плоскодонки очень все тихо вы даже не чувствуете как корабль движется по реке но опять же европейские круизы речные они хороши потому что port of call то есть места где будет останавливаться ваш кораблик это шикарная столица это столицы ну не обязательно столицы крупные города в европе например вена будапешт и так далее то есть есть что посмотреть экскурсии если вы хотите вы не берете никакие экскурсии вообще если вы хотите вы берете экскурсии которые вы сами заказываете и вас встречает уже экскурсовод у выхода из корабля в том городе куда вы собираетесь в этот день прибыть если вы не хотите брать экскурсовода сами вам будет предложены экскурсии на корабле но они будут раза в два дороже чем если бы вы брали экскурсии сами мы ездим с приятелями и экскурсии в принципе не дешево но опять же разделить на несколько человек уже становится все дешевле но по эффективности это очень круто то есть сегодня за четыре часа в мальте мы посмотрели столько мы вчера были в мальте тоже но в другом городе что мы никогда не посмотрели бы мы находились находились если мы сами просто вышли и гуляли то есть все это разные разные критерии поэтому возьмите листик бумаги напишите всего вы хотите напишите себе сколько вы хотите потратить денег а потом вперед на google ищите лучшие круизной компании в том или ином районе куда вы хотите где вы хотите находиться но в принципе это хороший такой экспириенс я всем рекомендую хотя бы один раз взять такую поездочку есть еще да я еще не стала одну вещь как правило чаще всего поездка длится неделю восемь дней девять дней но есть длинные круизы есть круизы которые они называются кругосветные но они на самом деле может быть и не кругосветные а там какие-то жалкие пять месяцев в море ну не только в море море и посещение разных городов разных странах но такие длинные круизы имеют тоже возможность и вам позволяют не брать весь круиз на пять месяцев скажу а взять только его часть там они обычно имеют несколько то что называется лекс участков и вы можете выбрать этот который вы хотите и подсесть на вот этот корабль который кругосветный но провести на него может быть три недели четыре недели я не знаю как это люди выдерживают как по мне недели это больше более чем достаточно и так пару впечатлений про мальту мы были на самом деле вчера и сегодня смотрели 22 разных острова мальта это такой архипелаг вчера мы были вместе который называется гозу сегодня мы были ездили по другому островом мальтийскому самому большому в частности мы были в городе валетто и еще кое-чего посмотрели что интересно во первых где мальта может быть вы не знаете где это находится может быть кто-то из вас путает мальты и мальдивы чтобы вы не путали мальты и мальдивы я вам скажу что мальта это знаете представить себе италию вот этот вот сапожок итальянский а перед ним вот этот камень или грубо говоря футбольный мяч этот футбольный мяч это есть сицилия который я вам уже рассказывал но если от этого этот и сицилии посмотреть вниз на юг то вы увидите мальту ну не прямо увидите и увидите зум сделаем знаете как пользоваться картами то есть в принципе градусов под тридцать днем может быть чуть меньше ветерок может быть двадцать семь градусов и какие-то вещи про мальту во первых руль справа руль справа и как они тут ездить я тоже не понимаю это конечно не неаполь но тут своя специфика узкие дороги очень и руль еще не с той стороны и вот мы сидим в этом нашем вене в котором мы ездим едет на тебя прямо просто на тебя едет автобус оказывается он не шел на таран а он еще как-то умудряется обойти нашу чудную машинку и наш водитель тоже соответственно и а плюс еще добавьте к этому не та сторона движения и руль не с той стороны то вообще хвайс хвайс ну ничего ничего что касается стороны мальта она не низ не то что она бедная страна но она такая страна где есть какие-то определенные проблемы нам сказали что здесь средняя зарплата месячная полторы тысячи евро вот я спрашиваю как у вас медицина и мне сказали медицина есть но ее не хватает чтобы обслужить один госпиталь на 600 тысяч человек вот там 600 тысяч человек я не знаю это может быть не вся мальта но можете вся мальта я даже не знаю сколько там человек один госпиталь операцию на замену там колено коленного сустава или что-нибудь такого рода надо ждать два года 2 года надо ждать такой операции не хватает врачей хотя берут налоги по 15 процентов сослужащих там 10 процентов или наоборот 15 процентов контракторы независимые предприниматели платят 10 процентов платят служащие но тем не менее это не помогает то есть надо долго ждать всего но есть частные врачи которому можно заплатить за визит но этим частным чем тоже надо долго ждать надо будет может быть не не годы 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 но несколько месяцев или пару месяцев нужно ждать визита к частному врачу тоже то есть плохо как плохо берут взятки министр в частности здравоохранения не так давно как мне объяснили получил два миллиарда долларов на постройку нового госпиталя но потом что-то произошло и куда-то делись эти два миллиарда и вон сейчас вроде бы как под следствием детали не знаю мне не очень важно там что-то там мутится с министром здравоохранения мальты люди некоторые люди покупали мальтийское гражданство потому что у них хороший паспорт и с этим паспортом можно ездить по всяким странам я просто не очень понимаю зачем надо покупать на мальте гражданство когда есть много других стран где можно было бы купить как они это называют золотой паспорт например если вы можете у себя откопать еврейские корни так уже лучше в израиль ехать чем на мальту жаркая страна жаркая страна ну такая очень она южная страна конечно же ну я не знаю как бы я жил на мальте что тут вообще делать на этой мальте делать особо нечего на этой мальте а израиль это все-таки как пел владимир семеоновича там на четверть бывший наш народ вот плюс медицина нормально естественно да поэтому не знаю проблемы какие проблемы еще с медициной связанные проблемы с бесплодием какое-то время назад у них было принято женитьба на сестрах братьях и из-за этого вероятно там что-то стало с генофондами во многих есть такая проблема как бесплодие если не купил кстати место на кладбище если ты не купил лишь мало мальти не купил место на кладбище то тебя похоронят братской могиле вам это надо вот именно вот именно что еще в одном месте мы ездили мы заезжали в один храм в этом храме есть чудотворная икона чудотворная икона но не просто чудотворная там прямо со свидетельствами людей которым это помогло там есть такое то пину то пину нишина шайн если хотите поискать погуглите то пину нишину шайн мы заходили в этот храм там стоит эта икона и кроме этой иконы там стоят там сделан типа как музейчик вроде бы это как она называется блэйс проржин блэйс проржин благословенная девственница вот это дама она по она помогает исцелять людей и там просто в этом музее который прямо в храме там сбоку костыли которым она помогла исцелила еще какие-то медицинские устройства кто-то не ходил начал ходить свидетельства довольно много свидетельств людей которым просто помогла эта молитва началось того там была одна крестьянка у которой мать была больна какой-то неизлечимой заболеванием и вдруг она услышала голос это крестьянка что сходи туда-то и прости вот такую-то молитву она это сделала и мать восстановилась ну это звучит конечно как непонятно что но тем не менее там много свидетельств так что я не знаю я не знаю не говорю вам что вы должны бросить все свои дела если у вас проблема лететь туда на мальту в этот храм но люди говорят помогает вот такие вещи сегодня мы были в другом городе на мальте это валетта валетта тоже все красиво там море информации нам было выдано гидом 90 процентов этой информации я уже забыл я вам много раз говорил об этом что это идет такой сплошной шум белый шум чуть-чуть русский орден такой российский орден всякой кто кого завоевал когда who cares какая мне нравится информация мусор для меня я не историк никогда не буду им прикидываться поэтому я уже забыл я все забыл что он рассказал вчера и сегодня ну не все видите кое-что же рассказал то что мне было интересно остальное но тем не менее они нас повезли в такое шикарное место гроты такие пещеры и гроты с голубой водой то есть мы прям сели в лодке реально в лодке я это выложу все на фейсбуке и заезжали в эти пещеры голубая красивейшая вода и вообще хороший такой экспириенс и опять же если бы мы не брали вот этих частных гидов мы бы и в жизни туда не поехали во первых мы бы не знали во вторых если бы мы знали как мы туда добрались это довольно длинная дорога туда и назад в общем нанимать гида имеет смысл но желательно конечно чтобы гида вам кто-то порекомендовал вот такие дела такие дела еще из нюансов про круизы каждый день здесь есть какой-то интертеймент то есть развлечение какой-то какой-то концерт есть концертный зал на корабле кто-то выступает вот я по-моему уже рассказывал что я слушал виолончелиста классный молодой парень играет хорошо там ему грубка подыгрывал андрей каваси андрей каваси его зовут но я был в начале года как если кто-то помнит я рассказывал на концерте такого виолончелиста как хаузер он и этот виолончелист и тот виолончелист и этот молодой парень симпатичный этот молодой парень симпатичный правда у того у хаузера шоу то есть это именно то что нужно сегодня людям нужно не просто хорошая музыка и виртуозная игра на чем-то а нужно шоу тот делал шоу этот шоу не делается просто сидел и красиво играл мне понравилось но просто я вспомнил того виолончелиста и понял что разница именно в шоу то есть на сегодняшний день многим людям в моем лице или таким же как я необходимо шоу шоу вот так ну теперь давайте сколько я уже болтаю 18-19 минут и из-за того что сегодня уменьшил сегодня попробовал уменьшить разрешающую способность в видео которое записывается может быть размер файла будет меньше может быть то есть вы соответственно быстрее его увидеть у нас грузится быстрее но теперь я хотел бы давайте вернемся к нашим политическим делам что происходит с байденом что происходит зеленским в принципе и у одного и второго у второго тяжелейшая ситуация я бы это называл два цук цванга цук цванг это термин и шахмат когда нет хорошего хода то есть какой бы ход ты не сделал он плохой давайте начнем с нашего байдена во первых эти все разговоры про то что байден должен уйти из президентской гонки и кто может его заменить и сейчас разговор как камала харрис может его заменить в президентской гонке имеется ввиду что в августе когда будет съезд демократической партии у нас здесь штатах демократическая партия должна решить если бы все было нормально они вы просто номинировали байдена чтобы он стал кандидатом но из-за того что сейчас происходит и похоже похоже его сливают свои же что понятно что понятно но но они неправильно сливают у них тяжелая ситуация под всем тяжесть ситуации если его слить из-за того что у него проблемы какие-то ментальные проблемы а всем уже понятно что он может функционировать только днем он сам это признал вечером не может то вопрос как в чем вопрос в том что если он не может функционировать почему все говорят о том что он не может быть кандидатом отряд демократической пап партии на следующий выбор о если эта проблема именно ментальная проблема он не может быть президентом почему с этого не начинать его надо убрать с президентства если кто-то из вас помнит четыре года назад я поспорил с одним человеком байден только вступил в президентскую гонку я сказал что он не не дотянет до конца президентства из-за состояния здоровья мы поспорили на бутылку макалана виски 15-летнего и я уже был уверен что я проиграл вот восходит конец президентства а байден все еще президент и теперь у меня появилась надежда что я могу и выиграть виски почему я могу его выиграть потому что у демократов тяжелая ситуация просто просто так слить байдена как кандидата на следующее президентство я не думаю как как у них это может получиться если его сливать но надо его сливать как президент он не способен быть президентом существует 25 поправка конституции которая говорит что если президент не может по состоянии здоровья выполнять свои функции его можно убрать то есть это 25 поправка относится не к к кандидату на пост будущего президента а к существующему президенту если его если они лишат воспользоваться этой поправкой то скорее всего им придется его убирать вообще с президентского стула и это нормально это естественно человек ментально себя не контролирует или скажем не контролирует начиная с 8 вечера до 10 утра он вообще не контролирует а если на нас путин нападет вечером что же делать тогда то есть вот такие всякие опросы если вы помните был такой анекдот когда еще прибрежнее на политбюро и политбюро компания вызвали космонавтов и говорят полетбюро коммунистической партии советского союза приняло решение полетите на солнце но космонавты что там же такая высоченная температура у нас такое горячая сгори он говорит вы думаете что политбюро дураки сидят полетите ночью так вот почему я вам это рассказал то есть получается что байден может функционировать в светлое время суток только а после восьми если что-то случится а путин сейчас возьмет и специально восемь часов вечером и ноль одну минуту что-то стругнет что-то будет делать байт кстати я вам может быть покажу а может быть не покажу но покажу в 90 покажу итальянское телевидение телевидение саудовской аравии выпускают комические такие передачи пародирующие байден то есть мы просто посмешище всего мира встали ну то есть чтобы подытожить у демократов очень тяжелая ситуация у нас оставить байдена как есть сделать если все нормально это значит трампу игры они этого не хотят не оставить байдена и снять его опять же как вы можете его снять как кандидата по mental reasons тогда снимаете вас президент ну короче говоря я им не завидую демократов не завидую как они из этого выйдут будет интересно посмотреть и так далее ну вот это что касается байдена теперь что касается зеленского касается зеленского я тут прочел одного высказывания которое меня мягко скажем скажем удивило вот это высказывание а высказался вроде бы как многие сущего написала вот этот человек это начальник штаба азова это полк азов который известный очень полк украинский и его зовут кратевич как его имя как же его имя это кратевича богдан богдан кратевич он начальник штаба азова вот это вы его видите что он сказал читаю его фразу никакого мира без победы вот тут фраза ниже на украинском языке как он сказал а вот ее перевод никакого мира без победы победа 1 ни одного русского солдата на территории украины потомкам мы эту войну не оставим и вы тоже не оставите потому что если попробуете будет плохо и вам и им если это пробивон даже не думайте . написал сдержанно это написал написала богдан кратевич еще раз пару мест это угроза то есть потомка войну не оставим и вы не оставите кто вы руководство украины если попробуйте будет плохо и вами и кому и вами и вам руководство украины и им потомка если это пробивон насколько я понимаю пробивон это типа попробовать первую реакцию на что-то то есть если они вкидывать если правительство украины это вкидывает возможные переговоры с россией это пробивон даже не думайте он говорит он написал сдержанно теперь о чем это говорит мне по крайней мере мне ну это горит прежде всего что зеленский тоже в тяжелейшие сестра ситуации between the rock and hard place как у нас говорят мне между кола молотами наковальни если я правильно читаю вот эту фразу то получается фразы я имею ввиду вот этого начальника штаба азова богдана кратевич он говорит следующее вернее не он говорит а зеленский понимает что если он пойдет на переговоры с россией и отдаст им даже не то что просят путин путин просит чтобы ему отдали территории которые он даже не завоевал еще это конечно бредовая идея путин этого никто не отдаст но давайте не уходить в детали если даже он отдаст если допустим зеленский сказать скажет хорошо я согласен на перемирие и мы зафиксируем линию фронта текущую ничего нового не надо отдавать путину и мы объявим свой нейтральный статус и если даже он это объявит то значит штаба азова богдан кратевич просто сказал будет плохо и во мне то есть армия пойдет на правительство ну по крайней мере довольно большая часть ее или те которые будут пойдут за азов который сказал ни одного российского солдата не должно остаться на украинской территории у зеленского нет ни яиц невозможности сделать с этим богданом кратевичем то же самое что сделал путин с пригожина он его не сможет просто так закрыть что он пойдет армию что ли на пол козов направит то есть это не вариант он это слышит и зеленский это явно должен и четко слышать если он не согласится на это и скажет нет никакого перемирия будем продолжать воевать и будет талдычить свою песню что пока не выгоним на территории 91 года границ 91 года русских война не прекратится если скажет это зеленский то он опять враг почему потому что ему скажут что он хочет уничтожить украинцев он посылает украинских людей в бой чтобы битва шла до последнего украинца то есть зеленский попал он попал однозначно все находится between the rock and hard play и и опять же цук цванг у него нет хорошего хорошего решения нет хорошего хода единственное что я могу ему предложить в очередной раз я это предлагал раньше еще в начале года еще раз повторяю если кто его увидит зеленского передайте что яков сказал что единственный шанс у зеленского спастись политический ли физический ли это провести выбор украине так или иначе вы будете говорить это очень сложно организовать не так все хорошо легко и просто до провести выборов в которых его не переизберут и соскочить и и передать эти проблемы тому кто еще бьет копытом и хочет быть президентом украины если он этого не сделает то я ему не завидую то есть это самое это то место где никто не хотел бы вообще оказаться вот такая история ну вот полчаса мы проболтали поэтому давайте я буду потихоньку сворачиваться а сворачиваться буду я как я вам покажу сейчас пару минут видео сначала маленький эпизодик из итальянского телевидения как они издеваются над байденом а потом маленький эпизодик из телевидения телевидения саудовской аравии как те издеваются над байденом ну давайте попробуем сначала чуть-чуть с итальянского телевидения и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...